Логистика будущего Даже не сколько логистика, сколько продажи будущего Сегодня я был в магазине У нас в Котке три магазина электроники в одном месте Я выбирал новый телефон себе Я зашел в первый магазин, у меня там знакомый работает И я его пытал, наверное, полчаса, какой телефон лучше, чем они отличаются Ну, естественно, дайте потрогать вот этот, дайте потрогать вот этот, дайте поддержаться за этот Через полчаса я, в общем-то, выбрал модель, которая мне нужна Понял отличительную особенность Понял, что для меня важнее в телефоне Я пришел домой и заказал этот телефон через интернет Он мне обошелся где-то на 100 евро дешевле, чем в магазине, если бы я купил Три магазина находятся рядом друг с другом И у них постоянные акции Они пытаются опередить конкурента в спецакции В результате прибыль на телефонах у них колоссально маленькая Более того, много клиентов, таких как я, приходят Консультируются и уходят покупать в интернете У них есть проблемы, конечно, потому что Персонал, в общем-то, приходится учить Тем более, в последнее время телефоны Да и не только телефоны, любая техника Становит все сложнее и сложнее И разбираться в их нюансах В общем-то, для этого требуется профессионализм Для этого требуется обучение Поездки на всякие конференции, на семинары Уже сложно различать телефоны только по рекламным текстам производителя При этом прибыль у них падает Прибыль падает в связи с тем, что они конкурируют друг с другом И самое страшное, они конкурируют с интернет-торговлей У которой практически нет тех расходов, которые несут эти продавцы Я долго думал, как будет развиваться эта ситуация Очевидно, что в погоне за скидками, за акциями В погоне за цены интернет-магазинов Эти люди будут снижать маржу до тех пор, пока это мероприятие не станет просто бессмысленным Я начал искать, на самом деле, варианты Того, чего я знаю, как происходит продажа И, на самом деле, я нашел, наверное, один из вариантов решения этой проблемы Вы знаете, как продают медикаменты, как продаются лекарства Лекарства, которые, например, даются в аптеках по рецептам Соответственно, кроме официальных аптек с лицензией Торговать этими лекарствами никто не может Но, тем не менее, есть масса продавцов-консультантов Одновременно являющихся врачами Которые получают от производителей лекарств Некую сумму денег Вознаграждение Не за количество проданных упаковок А за то, что врачи Тратят свое время Объясняя клиентам В чем разница этого лекарства, этого лекарства Ну и понятно, что прописывая нужные лекарства клиенту Производители отправляют этих врачей в командировки На семинары, на конференции, на всякие обучения За свой счет Фактически Насколько я понимаю Результативность их деятельности Или, как это сейчас говорят, KPI Не зависит от количества проданного На самом деле, часто Производитель и не знает Какое количество точное Продано Благодаря тому или иному врачу Но тем не менее Он этому врачу выплачивает гонорар А теперь проведем аналогию Вот с теми продавцами Сложной техники Такой же сложной, как фармацевтика И Давайте представим, что Производители Либо интернет-магазины Начинают выплачивать Работникам магазина Некие гонорары За то, что эти работники магазина Советуют ту или иную модель Но советуют не просто Как реклама А советуют профессионально Советуют Полностью разбираясь В этом рынке Тогда Производитель Либо Интернет-магазин Даже будет вкладывать деньги Деньги в образовании Этого продавца Деньги в то, чтобы этот продавец Детально разбирался В рынке Детально разбирался В технических характеристиках И мог сразу прописать Ту или иную модель Клиенту, который пришел В магазин С одной же просьбой Какой бы мне Мобильный телефон Купить Для того, чтобы И дальше Раз, два, три, четыре Но я бы даже пошел дальше Еще смелее А вот в логистике У нас та же самая ситуация У нас Масса продавцов Которые В общем-то Профессиональные Разбираются В нюансах Получают запрос клиента Хотим перевести Вот это И вот это Тратят безумное Количество времени Объясняя Разницу между Железнодорожной доставкой Авиадоставкой Морской доставкой Более того Многие продавцы Даже объясняют Клиенту Какой линии В его случае Лучше вести Исходя из тех Требований Которые есть у него И обидно Иногда бывает Когда потратив Неделю-две В выяснении Запросов клиентов И подбор Оптимального Логистического Маршрута Мы узнаем Что клиент В общем-то Ушел Ну К интернет Продавцу Конечно Сказать пока Нельзя Но он ушел К линии Напрямую Например Сейчас очень Многие линии По первому Запросу Дают цены В общем Такие же Как они Дают Цены Своим Дилерам Дистрибьюторам Типа Экспедиторских Компаний Это Прадоксально Линии Начали Давать Цены Напрямую Такие же Как Своим Дилерам Дистрибьюторам Соответственно Маржа Дилера Дистрибьютора Падает Но Как и В продажах Телефонов Нам нужно Обучать Продавца Тренировать Его А Логистика Тоже Развивается Развивается Может быть Так же Как и Мобильные Телефоны И Появляется Масса Нюансов Масса Деталей Технических Деталей В которых Нужно Разбираться А денег Для того Чтобы обучить Продавца Исходя Из маржи Недостаточно Вот Вот Такой Кризис У нас Происходит В логистическом Продажном Бизнесе Значит Ли Это Что Найдутся Производители Интернет Гиганты Морские Линии Авиаперевозчики Железнодорожные Операторы Которые Будут Нанимать Продавцов На свои Услуги Причем Продавцы Эти будут Только лишь Показывать В шоуруме Объяснять Клиенту Что ему Надо Что ему На что Обратить Внимание Какой сервис Лучше Все подойдет Ему И после этого Отправлять его К производителю К морской Линии К авиакомпании Ведь Интересно То что Как только Мы переходим На эту систему Нам не надо Держать в магазине Телефоны Для продажи Нам в магазине Нужно держать Только образцы Образцы Плюс Штат Став Который Детально Понимает Нюансы Этих образцов И может Подобрать Клиенту Идеальный Для него Телефон А потом Отправить Его Купить этот Телефон Производителю Вот тогда Опять Мы поймем И тогда Опять Мы встретим То самое О чем Я когда-то Давно Говорил То что Сейчас Обесценено Это образование В логистике Образование В логистике Не нужно До того Момента Когда Продавец Специалист Консультант Не начнет Получать Гонорары От Производителя От морской линии Именно Благодаря Этим Гонорарам Он начнет Обучаться И тогда Спрос на Образование Опять Появится Появится Платежеспособный Спрос Которого Сейчас Нет Ну и Наверное Какая-то Часть Работы Останется За журналистами Цель которых Не Помочь В техническом Плане А Указать Потенциальному Клиенту На новые Возможности На новые Продукты Ну в принципе То что мы Видим В медицине Вот такой вот Смелый у меня Взгляд Смелый у меня